Всем привет! Сегодня на связи проект Маргента, и мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задавали в социальных сетях. Почему 13 вопросов? Было больше, но шеф наш модератор Андрей Змей сказал, что 13. Мы подчиняемся, поскольку он у нас человек авторитетный. А мы послушные люди. А мы очень послушные люди, да. Но вчера я попросила прислать еще несколько вопросов, три вопроса, ну так, до 16. В нашей группе династии несколько вопросов появилось, довольно симпатичных, даже, я бы сказала, с юмором, и они войдут в нашу маленькую пресс-конференцию. Погнали! Итак, я представляю участников. Это мистер Пикетт. Кто смотрел «Фантастических тварей», тот знает, что это такое. Это нам мистер Саламандр, как бы... А кто не смотрел, пусть смотрит. Пусть смотрит, да. Отличная сказка. Со своим пророчеством. Тоже кто в курсе, что это такое, в курсе Гарри Поттера, знает это пророчество и что с ним потом стало. Но пока мы ничего бить не будем. Это Александр Крапусев, композитор проекта, да. Человек шустрый. Вот. И мы с ним решили вот так вот, в дружеской беседе, ответить на те самые знаменитые 13 вопросов. Начинаем, да? Ну, я должна сказать, что сначала, что у нас за очень короткий срок вышло два альбома. Это «Вентиль провокации» и «Сад развлечений» имени Иронима Босха. И вот первый вопрос мы, как бы, свяжем с этими работами, да, потому что сейчас ведется работа над еще одним. Не секретным. Уже не секретным альбомом, да, посвященным персонажам и сюжетам из эпопеи о Гарри Поттере. И вот такой вопрос. На следующих альбомах, то есть, включая Гарри Поттера, продолжается сотрудничество с композиторами, которые писали музыку для альбома «Сад развлечений», «Вентиль» или будут привлечены другие музыканты? Но то, что будут привлечены другие музыканты по возможности, да, это зависит от самих музыкантов. Приглашение мы уже разослали, вот в таком виде. Вот так оно выглядит, это приглашение. Профессор Дамулдор пригласил, но пока кто-то, может быть, побаивается связываться с профессором Дамулдор. Зря. Основной у нас композитор, который пишет все хиты альбома, Александр Корпусек. Александр Горбунов, у нас сплошные сашки вообще в нашем саду. Александр Горбунов клятвенно обещал, что он примет участие в новом альбоме, но не в качестве автора. Я считаю, что люди до сих пор наслаждаются «У времени нет времени» и наслаждаются дальше, да. Сам наслаждаюсь. Это здорово. Это редкий случай, когда один композитор наслаждается произведениями другого композитора. Ну, молодец. Адиктивно, это же не зрение. Это говорит очень хорошо тебе. Но мы Горбунову пригласили, и он сказал, что с удовольствием примет участие в новом альбоме. То есть мы как бы ни от кого не отказываемся. Ни с кем не прощаемся. Ни с кем не прощаемся ни в коем случае. У нас нет никаких выпускных. То есть у нас люди работают и работают. Да. Так что, ну, это пока вот Александр Корпусев, человек главный по тарелочкам в проекте Поттера. Второй вопрос. Непосредственно ко мне. Принимаю ли я участие в правках музыки, а может быть даже в создании аранжировок? Ну, я думаю, что на этот вопрос будет отвечать человек, с которым мы работаем. Он расскажет, как я принимаю участие. Принимаю участие, Маргарита Анатольевна. Вот создание аранжировок, как я принимаю участие? Активно. Например? Советы даете. Да, я великий аранжировщик. На самом деле я только за какие-то подсказки. Может быть иногда просто заносит в свои какие-то категории музыкальные. Чисто музыкально анализирую все. А Маргарита говорит, ну как же, там же по тексту-то надо, чтобы было немножко по-другому. У вас какая-то там такая диалог такой легкий завязывается. Ну, тем не менее, находим какой-то... Соглашались ли музыканты? Надо сказать, что вот там по одной песне, допустим, я предлагаю, ну так называемый референс, да? То есть, какой стилистике мы решаем. Ну, в основном, конечно, я отталкиваюсь от стихов, от текста. А Саша предлагает как бы свое видение. Ну и мы тут находим консенсус, как любил говорить. Ну и в итоге находим, что самое главное. Было бы плохо, если бы... Так что мне очень приятно, что меня слушают на этот раз. А раньше как было? А раньше меня никто не слушал. Так вот, и расскажите вопрос как раз об этом. Нет, ну, раньше я имею в виду до периода появления Корпусевой и Горбунова. Такая эра. Да, вот. Там меня мало слушали по аранжировкам. В основном мне говорили, мы так видим. Ну, видите и видите. А я вот немножко какие-то моменты видела по-другому. А здесь какая-то у нас согласованность с тем же самым Горбуновым. Вот, допустим, в «Мародерах душ», я станцую с тобой, я не совсем была согласна с его как бы трактовкой. Ну, человек прислушался и в результате, по-моему, получились неплохие вещи. Дети рок-н-ролла прошли сразу как бы. Ну, опять же, в моменте «У времени нет времени» у нас был там небольшой спор по поводу вокального решения. Но всё решили по-любому. И мне очень приятно, что я могу показать, наконец-то, что я тоже что-то знаю в музыке. И продемонстрировать 8 классов музыкальной школы. Слушайтесь, Маргарита Анатольевна. Да, конечно. Плохого не посоветую. И будет вам счастье. Так, ну что же, значит, третий вопрос у нас. Какой третий вопрос? Третий вопрос. Сейчас найдём третий вопрос. Третий вопрос. А где у нас третий? Надо, чтобы сейчас этот, как Форде Боярдин, знаете, такой выходил человек, показывал цифру три. Да. Нет, ну тогда вот. Так. Это тоже вопрос к Александру. Скажите, пожалуйста, на ваших альбомах исполняет партии оркестровок и прочих посторонних инструментов. Кто исполняет? То есть, всё ли это идёт в записи? Либо есть живые инструменты? Либо всё озвучено компьютером? Ну, я только за себя могу рассказать. Ну, конечно. Я, конечно, могу рассказать за других, но пусть они рассказывают и остальные. То есть, я слышу, как... Нет, ты рассказываешь о себе. В эпоху современного продакшена очень удобно стало делать такие записи, когда есть качественные плагины, которые барабанные, там, синтезаторные, басовые. И мы все этим пользуемся. Звучит вполне на уровне. Ну, конечно, если есть какая-то возможность пригласить какого-то человека, конечно же, приглашаем, будь то басистом, кто-то там, кто у нас ещё там, скрипач. Скрипач, гитаристы. Скрипач, гитаристы. Ну, гитары у нас всегда играют в живую. Но ты же всегда в живую играешь. В гитаре, да. А остальные инструменты, они все забиты в компьютер? Да. Всё это то, что вы слышите, все эти оркестровые дела, это всё играет в компьютер. Но, чтобы ввивать такие вещи, нужно понимать, как звучит инструмент. Понимать артикуляцию, агогику. Такое слово ещё есть. Это что такое? Ну, штрихи разные, как потом. Агогика. Фраза какая-то. Красиво. Построение фразировки музыкальной. Когда вот это всё понимаешь, и на слух всё это работает, то слушатель уже начинает задумываться. А вдруг это живой инструмент? Ну, ещё там куча спецэффектов вешается. Всё становится красиво. Да, вот на новые вещи с нового альбома «Магии и маглы» у нас уже отыграл живой басист на одной вещи. Всем известный. Да, всем известный Игорь Тарасов из группы SS20. И, кстати, тоже участник «Маргенты». Да, но он изначально стоял у истоков. То есть мы уже подтягиваем родоначальников. Да, на «Отлетались», внёс огромный вклад в этот альбом. Больше всего, конечно, морально-эмоционально. Вот. И в дальнейшем мы планируем приглашение гитаристов. Ещё помимо Саши. Саша, кстати, не узурпатор в этом плане. Абсолютно. И не... Ну, главное, чтобы внятные были люди, чтобы можно было как-то найти быстрый диалог, и понять, что нужно мне, что могут они. И всё получается. Да? Да и с вокалистами тоже самое. Ну, с вокалистами сложнее на этот раз. Не всегда попадают. Сложнее и сложнее. Не всегда попадают, да. Не всегда попадают. Вот. Но у нас есть исключительный вокалист в лице Петра Елфимова, который был готов спеть вообще весь альбом. Да, может, когда-нибудь испоёт весь альбом. Нет, именно, потому что он очень любит Гарри Поттера. Он же большой знаток этой темы. И поэтому прям Дамблдор, вот, всё, и он нам говорит, что я готов ещё. Ну, там, может быть, у вас ещё что-то есть. Это Гарри Поттер Ван Лав. Да, Ван Лав. Вот. Поэтому, конечно, сложновато. С женским вокалом, я думаю, будут какие-то проблемы, потому что... А вдруг не будет? Ну, на всякий случай сказать, что, ах, вдруг будут. А их не будет, это, да, будет нам. А, понятно. Знаешь, как приятно, да? Так, ну что же, да, был вопрос про Окситанию. Там, кстати, записывались гитаристы, живые гитаристы, живая бас-гитара. То есть всё живы? Нет, ну не всё, конечно. Оркестры там были не живы. Оркестровки, да. Барабаны там, по-моему, Кутаев занимался. То есть, там нельзя сказать, чтобы всё было построено. Оркестровки, наверное, наверное. Оркестровки, да. Биты были? Да. Оркестровки, компьютерные. Да, ну а что делать? Нет же возможности пригласить. Да, кстати, вполне достойно звучало. Звучал прекрасно. Так что нельзя думать, что всё решается чисто таким механическим путём, скажем так, через компьютер. Правильно? Ну, и мы как бы ничего не открываем, тоже можем сказать, что в Европе и далее ровно по тому же самому пути действуют. Не у всех есть возможность приглашать какие-то оркестры, отписывать там такой материал. Вполне всё. Кстати, а группа Террион же она приглашала, по-моему. Ну, здрасте, Террион. Лакремоза ещё вспомнит. Да, понятно. Так, хороший вопрос. Как происходит процесс выбора стихов для альбома? Музыканты берут всю копилку неизданных стихов и сами ищут, что им понравится. Ну, вопрос какой-то странный. Как выглядит эта копилка, интересно? Ну, это несколько ящиков. Я вам, скорее всего, надо просто запускать к себе в квартиру? Не входит. Начнётся разграбление Вавилона. Нет, нельзя. Или Маргарита Анатольевна сама отбирает стихи для альбома и утверждает направление дальнейшего творчества. Вот надо сказать, что значит направление дальнейшего творчества. Вот идея, допустим, сада, нет, вентиля, провокации, это была вот без участия мистера Пехехеха. Чего? Чего? Да, это был Крапусев, который устроил эту провокацию. И я стала писать тексты под его как бы предложение. Правильно? Музыкальное направление. Подождите, вы мне тоже говорили, что вы бы хотели вот что-то такое прям, прям вот написать такое, говорю, ну вот есть жанр, в котором можно именно так и я стала писать, плюс несколько текстов стареньких. А мы еще говорили, ну одну песню попробуем, как бы. Да, но потом песня стала, потом дальше. Вот, были вот тексты уже как бы отлежавшиеся, этот фольклый, который сделали, да? И по-моему все, ну об этом будет разговор дальше, по-моему все. Ну это все на самом деле тоже обсуждалось, и у нас не было каких-то таких, зачем об этом петь, или там зачем о том, а давайте вот об этом. То есть Маргарита вполне достойно предлагала какие-то варианты внятные, и все ушло. Самое главное, что я выслушивала мнение композитора. Где вообще начинается и заканчивается свобода музыкантов в использовании материала и его трактовки? Нет, а мне это интересно, ваше мнение. Где вот у музыканта, вы почувствуете, что его на свободу закончилась? Ну я пока чувствую, что у нас нет анархии, а у нас есть свобода. То есть ты же постоянно предлагаешь что-то, да? Ты свободен как бы предложить. Я свободна в том, что я как бы могу согласиться или не согласиться. Если у нас возникают какие-то конфликты, то мы немножко поступаем с каждой своей свободой и приходим к общему заключению. Ну на самом деле это обычная такая практика. Это нормально, без рубаней, без истерик, без всего. Конечно, Саша иногда впадает в грусть, если вдруг что-то вот не так. Я тоже впадаю в грусть, но мы быстро из этого состояния выходим. Ну да. Потому что нечего плавать в болоте печали, правильно? Нет, ну мы как истинно творческие люди бывают впадаем в грусть по поводу, что ну что-то там где-то не докрутили или кому-то что-то не понравилось. Бывает. Чем вы руководствуетесь, выбирая стиль и особенность звучания каждого нового альбома? Вот чем вы руководствуете? Чем мы руководствуемся? Насколько легко или трудно решиться, что на новом альбоме делаем конкретно вот это? Ну на самом деле, мне кажется, до конца, ну как-то начиная какой-то новый альбом, до конца не знаю, что это будет в итоге. Не знаю, что получится. Ну да, просто уже как бы, который альбом делаем. Ну как, мы начинаем с тобой с нескольких песен? Нет, ну мы про того же Гарри Поттера думали, ну так, что-то попробуем чуть-чуть там, сколько у нас сейчас? Изначально я говорил 10 и все. Да, потом осталось 13. Теперь их уже 15. По-моему, уже 16. Точно, уже 16, уже 16. Это ужасно. Но это мне кажется, это тоже не предел. То есть, дело в том, что насколько легко или трудно решиться, вот здесь вопрос довольно спорный. Мне кажется, что нам легко решиться. Давай мы, кстати, какие-то легкие на подъем чуть-чуть. Да, легкие на подъем, все дело упирается во время, здоровье и финансы. Ну, как всегда, три составляющие. Три источника, три составных части успешного музыкального предприятия. Нас часто уже вот сейчас стали обвинять, что мы очень много выпускаем. То есть, вот был вентиль, через полтора месяца вышел сад, сейчас мы бомбим вас Гарри Поттером. Ну, вот у меня, например, такое мнение, что пока прет, надо делать. Собственно, согласен. Правильно? Ну, вот так сложилось, что или мы должны что? Или мы должны записать материал, запечатать его в бочку, там, пустить по Синему морю к царю-салтану с ганедоном, спрятать в подвале и ждать, пока все уляжется в умах слушателей. Ну, тут как бы в другом дело. Мы-то выпускаем альбомы, как нам кажется, довольно разноплановые, то есть мы не бомбим какой-то одинаковой продукции. То есть у нас, получается, был там альбом какой-то альтернативы, альтернативы к этому было. Тяжественно начинался не с альтернативы, с трибьюта. Ну, да, трибьют альбом. Потом была альтернатива, потом традишн-откоп. Фолтскоп. Сейчас вот концептуальные по каким-то произведениям, книжным. Ничего не повторяется. Поэтому, как бы, такие обвинения, мне кажется. Ну, аудитория... Аудитория против. Аудитория против, да. А мы вот такие вот безобразники. Так, вопрос о психоделической музыке. На двух альбомах, на мой взгляд, по ту сторону сна, ну, это то, что я делала с мастером, и вентиль и провокация, Маргента подошла к самой-самой черте. Может быть, добавить это в копилку экспериментов, но это вопрос уже композитору по поводу психоделевики. Так мы за эксперименты. Это тот самый композитор сегодня в гостях Маргариты, который... Это эксперимент, мое второе имя. Слушай, значит, у тебя какой-нибудь, тогда ты будешь не мистер Пикет, экспериментус экспериментатус экспериментарум. Да, ну, я не исключаю, я люблю психоделическую музыку и какие-то вот эти вот звуки. В общем, хорошее психоделие, по-моему, еще никому не мешало. Ну, конечно же, психодел будет с таким, с нашим налетом, уже каким-то таким... Это с каким нашим, надо уточнить. Ну, таким нашим, продуманным, качественным и все такое. Ну, с другой стороны, у нас, конечно, бывают такие разговоры по телефону с Маргаритой, что мы, обмениваясь каким-то музыкой, думаем, а может быть, нам что-то и такое тоже записать? А что Маргарита говорит, так, Карпусев, ты помнишь, у нас еще Гарри Поттер? Да, но надо же вовремя остановить, потому что, если меня, допустим, может остановить Валерий Александрович, там, или Виталий Алексеевич, когда я Пашкина, то Карпусева тоже надо останавливать. Он мне иногда напоминает индийского бога, вот у которого... Которого из... Вот у которого много... Вишну, да. И Кришну или Вишну. А мы зададим вопрос в комментариях. Да. Как зовут того бога? Индийского бога, многорукого. Эти статуиточки есть такие там. Отправления правильного ответившему мы... Ну, мы чего-нибудь... Передадим привет. В следующий раз. Вот. Так что, в данном случае, я вот товарища останавливаю. Карпусев, мы должны закончить. Начатое все. Потому что сейчас мы сойдем с этой тропой, начнется психоделия, бабочки, травка... Двойной альбом. Двойной альбом, да. Предыдущий двойной пока не дописан, двойной альбом, а уже за следующий раз. А этот уже за тройной пойдет, так что настроение очень хорошее. Но все в наших руках. Так. Маргарита Анатольевна, посещает ли вас когда-нибудь чувство, что стандартные размеры песен слишком малы для того, чтобы вместить все то, что вы хотите рассказать? Это чувство неотрывно присутствует во мне, что стандартные размеры песен слишком малы. И вот я была очень рада, когда появилась, допустим, песня «Проклятие морей» Дубинина. Там, где много-много-много частей... Ну, эпик так. Эпик, да. Настоящий эпик с меняющимся размером, меняющийся характер музыки. Вот там, конечно, для меня было полный раздоль. Ну, я привыкла писать и по... Так вот, вы где-то жаловались, что почему-то люди задают такие вопросы. Ну, вопрос, ну, вполне понятный. Стандартный размер песен. Запев, бридж, запев, бридж, припев, запев, кода. Все. Конечно, не всегда хватает места, но ты уже время как бы натренировала, и ты свою идею в эти рамочки засовываешь, да? А почему существует проект «Маргент»? Там, я предлагаю как бы свою структуру песен, если ты обращал на это внимание. Да? То есть, уже мысли как бы у меня зафиксированы по моей структуре. И я уже лишнего, как бы, там уже некуда, это все уже, уже все заполнено, все ячейки заполнены, и дело мастера-композитора уже это озвучить, приложить все... Ну, на самом деле, это хороший вызов к композитору, когда такие, видишь, нестандартные строки такие, припев какой-нибудь с такой строчкой, с такой строчкой. Ну, шляк фразы все равно присутствует. я просто про то, что как бы это заставляет что-то где-то отходить от каких-то канонов таких припевных тоже. Ну, это я уже просвоил. Своё ремесло рассказываю. Ну, я, кстати, сад развлечений я очень переживала по поводу вампиров-любовников. Как ты справишься? Потому что там, как ты знаешь, размер там очень нетрадиционный. Ну, это Полина справилась. А, да, ну, ты как аранжировщик же помогал там, да. Но Полина очень четко подошла и всё уложилось. И даже там эта строчка Шекспира, что вы читаете, мы вы принесли, слова, слова, слова. Всё очень хорошо. Всё очень хорошо. То есть никаких вопросов, а что это за строчка, а почему она... Нет, вот это мне нравится. То есть какая-то органичная такая работа получается. То есть мы понимаем друг друга. А этого, кстати... А вы когда пишите, у вас какая-то музыка, оно же подразумевается в голове? Подразумевается, конечно. Ну, ты, по-моему, по Гарри Поттеру понял, что у меня что-то подразумевается. Нет, ну, я же, надо, да, Гарри, а что вы подразумевали-ка? А я вот подразумевала, вот так вот. Ну, как? Я всё-таки что-то слушаю. Ну, да, да. Понимаешь, так что здесь... Так. Переходим к следующему листу. Да, к следующему. Не планирует ли Маргента включить в свои аранжировки звуки ситара? Опять? В песне «Увеличивай карму добра» было что-то такое... Если память, меня не подводит, человек спрашивает. А ведь в классическом роке ситар далеко не последний инструмент. Ну, как вот? Ну, я включал. Нет, у нас есть одна композиция. Прямо с живым ситаром? Нет, куда можно. А, куда можно. Нет, да его можно, как бы, хоть везде. Ну, я расскажу про себя. Ну, конечно. В двух композициях уже был, звучал ситар, это кислородная эйфория, и, по-моему, односторонняя связь. Я ситар использую как какую-то, как краску инструмент. То есть, у меня нет каких-то таких развернутых конкретных партий ситар. То есть, Рави Шанкармой не приглашает? Не, ну, можем. Его дочь там Да, всю семью. Всю семью, да. И там, да, соседи. Соседи индусы с кобрами. Ну, просто про то, что, как бы, здесь вопрос непонятен, как используется. То есть, как какой-то инструмент колоритный, он у нас используется. А как какой-то сольный инструмент, ну, пока нет. Евгений, обратите внимание, что ситар используется в двух песнях проекта. Ну, это в май, а там какие-то еще были, получается? Нет. А, ну, это только вот карма добра, это на нейтрализатор иммунобрачности. А здесь слушайте новые песни. Используется, да, в кислородном, но это человек, который слушал, кислородная эйфория и односторонняя связь. То есть, есть у нас, отчитались. То есть, насчет ситара мы спокойны. Мы спокойны, и ситар спокойны, и мы спокойны. Так, вот вопрос очень смешной. Так. Я еще обратил внимание, когда... Я готов. Нет, он по содержанию. Насчет того, ориентарная песня про утопленников или нет, вот это прекрасно слышно. Нет, там никаких утопленников нет. Это сказка. Тогда у нас, получается, если вот отталкиваться от точки зрения мамы, девушки, которая задает вопрос, то и Садко тоже тогда утопленник в русской сказке. Ну, давайте всех не перечислять. нет, Садко это более-менее такой известный человек, да? Значит, он тоже ведь ходил к подводному царю, там туда, на дно, да? Значит, он, а потом благополучно всплыл с гуслями, со своими. Вот. Интерна песня это сказка, латышская сказка. И там люди свободны, как бы, перемещаться в разных мирах. Там в подводный мир уйти, в подъемный мир уйти, вернуться живыми. То есть там никто, извините, не утоп. Все, слава богу, живы. Это не хэви метал, где все умерли в конце, а это... Альтернатива. Альтернатива хэви металу, да. Так что маме большой привет. Передайте, что все живы. Все герои прекрасно себя чувствуют. И у них кони янтарной масти, и янтарь на запястье. Ну, если королева уже Эгли захочет что-нибудь, пошутить как-нибудь, то все это, конечно, исчезнет. И они, как пушкинская старуха, окажутся у разбитого... Но это интрига. Никто не знает, чем закончится. Да, никто не знает, чем закончится. Да, это мы интригуем. Так, ну что же, замечательно. А мы хорошо движемся. Очень хорошо, мы очень быстро движемся. Сейчас. Мы просто как фокусники, прям, ответом, прям, из шляпы, прям, так, достаем, отвечаем. Ну, может быть, не на все отвечаем, потому что здесь есть такие вопросы, но, на мой взгляд, довольно забавный. Вот самый забавный вопрос, даже не про утопленников янтарной песни, а не собираюсь ли я писать методичку по написанию текста. Вот, кстати. Я не собираюсь писать методичку, я не знаю, как пишутся методички. Ну, что такое? Ну, не знаю. Ну, как так? Ну, не знаю. И сама я никогда не читала эти методички. Значит, самая главная методичка, как мы с тобой решили, по-моему, в разговоре, это учебник русского языка. Вот именно. Для всех, кто начинает писать. Желательно, хороший учебник русского языка. А как он должен? Старенький какой-нибудь, несовременный. Какой-нибудь старый? Ну, какой-нибудь у советских времен. Дальше. Словарик. Толковый. Толстенький. Можно. Вот словарь рифм. Не знаю, я не люблю эти слова. Есть словарь рифм. Там где-то розовый мозг. Брат, двоюродный брат. Да, да. 70 рублей. Там по окончании, там все, там это все, да? Вот. Плюс хрестоматия по литературе, русской литературе, да? И плюс, если вы знаете язык, я уже много раз про это говорила, читайте тексты западных групп. Все в ваших руках, на самом деле. Все в руках не методиста, который вам расскажет. Если у человека, вот извините, конечно, если у человека нет способности, нет способностей и таланта, какая бы методичка к нему в руки не попадала, как бы он удачно не рифмовал, как бы он не соблюдал бы там всякие амфибрахии, вот этот ужас, да, размерный, ничего у него не получится. Надо в себе просто воспитывать чувство прекрасного, брать какие-то произведения, которые нравятся, анализировать их, находить, что у них, как там происходит, как-то, не знаю, конспектировать для себя какие-то пометки, делать. Наверняка же так же делали с зарубежными какими-то... Ну, конечно, я бы брала, я не скрываю этого текста Айн Мэйден, Харриса, Диккенсона и смотрела, как это все выстраивается. Там сюжетные линии, определенный существует лексический набор для тяжелой музыки, да, смотрите по направлению, но еще есть один очень важный момент для тех, кто пишет на музыку. Для тех, кто пишет на музыку. Если вы беретесь за это дело, вы должны музыку чувствовать, понимать, и когда вот вы слышите музыку, на которую вам надо написать текст, вы должны понимать, о чем это музыка. То есть, какая история, какой сюжет, какая тема. Потому что музыка, если пишете на рыбу, так называемую, она обычно все диктует. Она диктует тебе настроение того текста, который ты пишешь. Если тебе присылается минорный какой-то такой, и ты будешь писать про какую-нибудь в лесу родилась елочка, эта песня не пойдет. Музыка будет существовать отдельно, текст будет существовать отдельно. Должен быть союз. А для этого нужно немножко обладать музыкальным слухом, знанием музыки и вот этим чувством музыки, вкуса. То есть, вы должны чувствовать вкус той музыки, которую вам предлагают. Ну и все равно свое какое-то копание, оно больше даст пользу, чем дать какую-то методичку. Ну это глупость методичка. Какой-то уже рожженный материал, мне кажется. Я знаю человека, который может написать такую методичку на раз. Не буду говорить его фамилию. Но я бы этой методичкой не пользовалась. Точно совершенно. Потому что... Не надо никаких методичек. Все в ваших руках, сами все. Да, все. Ребята, русский язык, литература, музыка и собственные фантазии. Вот еще, да. Ну и чувства прекрасного. Чувства прекрасного обязательно. Но если это прекрасная музыка. А бывает такая музыка, что тут чувство... Ну-ка, 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 что там? Ну ладно, не будем. Так, уважаемая редакция, хорошее обращение. Начали хорошо. Какой альбом вы считаете более успешным? Вентиль, провокация или сад развлечений имени Босха. С одной стороны, вентиль неудобоваримый продукт для рокеров. Ну-ка. Как? Ну-ка. Вот, возмутись. А. Ну, как по мне, так это, в общем-то, современный вид рок-музыки. Как я его вижу. Рок-музыка нынешняя выглядит именно так. Петь это вкратце. И провинтиль, вне ввиду. Да. Вот он такой весь, прям, ну, в духе эпохи, как мне показалось. Старался делать. Звук, ну, показывает людям, какой сейчас можно использовать звучание всего этого. Маргарита показала, какими сейчас можно текстами. Ну, текст вообще были отвергнуты общественность на что-то. Но мы были готовы к таким резонансам. Поэтому это называется провокация. Хотя, конечно, не хотел зло так развивать эту тему, но просто когда я понимал, на что мы шли, Саша прекрасно понимал, потому что когда он сказал своим знакомым, что он что-то делает с Пушкиной, там сказали, да ты что, с ума сошел? Это же heavy metal, это эпическая ария, это там, куда вообще, как за чите, это Пушкин. Вот. А мне наоборот говорили, там же речитативы. То есть, все речитативы это смерть. Я так понимаю. Вот. Лично я считаю, что в творчестве никаких границ быть не может. То есть, захотели речитатив, сделали. Захотел Ози Осборн спеть с Селтоном Джоном, спел. Кстати, прекрасная песня. Очень красивая песня. Захотел он с рэпером. Постмиловым? Да. Он это сделал. И никто, ничем, никакими, так сказать, камнями в них не бросается. Понимаете, здесь как бы другая тема была. Люди говорили, ну как вы, Влаточка, вы уже выбрали какое-то направление. Почему вы с ним зашли? Я ничего не выбирала. Направление выбрало меня. А с другой стороны, мы будем первыми? Нет, ну, я еще раз говорю, что творческие люди это творческие люди. Мы артисты. Правильно? Лицидии. Сегодня артист играет Гамлета. Завтра он играет Шута, послезавтра он играет Могильщика Пролетариата. То есть, а потом Речитативы. А потом Штирлица поет, читает Речитативы, мычит там что-нибудь, играет на Зулусских каких-то инструментах. Например? Почему нет? Или там в Расте, в опере прекрасное выступление. Или в Золотом Петушке, как Александр Батич Градский, взял и спел Звездочет. А, Звездочет. Он рокер, он спел в опере. Дедушка Римский-Корсаков, да. Ну что, молодец. И вот здесь в продолжении этого, кстати, тот же самый человек задает вопрос. Вот это острый вопрос свободы. Насколько свободны авторы и исполнители маргенты, а также мы, слушатели, фанаты, связаны ли рамками стиля рок-музыки авторы? Или слушатели ограничены догмой? Вот как раз мы, как авторы, мы не связаны никакими рамками стиля и мы свободны. Не, но мы можем опять-таки сказать, что мы делаем так или иначе рок-музыку. Потому что мы любим рок-музыку. Ну да, но она в таком виде, правильно? Современный. А вот слушатели, большинство, мы за всех говорить не будем, большинство, они действительно ограничены догмой. Вот, то есть, олдскул, это олдскул, да? Ну, мы не можем людей как-то так вот нет, но почему вы слушаете как-то? Да пусть они слушают. Получается, что мы жалуемся опять на что-то. Мы не жалуемся. Мы не жалуемся. Просто была такая теория у Мао Цзэдуна. Пусть цветут все цветы. Да? В данном случае, вот я даже сегодня, видишь, китайскую штучку такую. Это протест против коронавируса у меня. Ящерицы, это понятно. Назло бы нет. Да, и китайская кофточка такая. Это вот привет Мао Цзэдуну, площади знаменитой Хуновоябином. Я считаю, что пусть цветут все цветы. Но я тоже считаю, что музыка прекрасна в ее многообразии. Вот правильно. И нет, допустим, моей вины, если вдруг мы с Корпусевым, я ему говорю, а вот я вчера слушала такую оперу, и мы с ним начинаем говорить что-то про оперу. А мы очень часто разговариваем про классическую музыку. Писали Дамблдор, как мы хорошо про классическую музыку. Вообще вспомнили всех. Остановились на одном. Так что... Ну, мы бы на самом деле и пожелали тоже людям, чтобы все-таки как бы... Есть много прекрасной музыки. Не только тяжелой, классической, современной, какой-то, может быть, этнической музыки хорошей. Это уже, опять же, выбор каждого, правильно? Каждый выбирает для себя, но расширять свои горизонты, мне кажется, как в любом, в кулинаре, например, Слушай, я тут недавно какой-то такой смешной салат открыл у себя рецепт. Сейчас это... Нет, почему? Там с ананасами, с шампиньоном, ананасы, шампиньоны. Так, правда ли, что рубрику такую завестите? Кулинарную, да. У меня был любимый мексиканский салат, а теперь вот у меня вот этот вот. За этим нежность. Да, как нежность. Правда ли, что для автора лучший альбом тот, который готовится в текущий момент? Ну, в этом есть какая-то правда, да. Ну, здесь как с детьми, да? Вот. Читаешь мои мысли, да? Что-то делаешь, он как такой ребенок, ты там выращиваешь, как-то, как корень мандрагорода, так прям старайся, чтобы он так, как корень мандрагорода. Когда ты его делаешь, он пищит, пищит, противно, но ты все равно глохнешь, от него все равно вытаскиваешь из гашка. Бывало ли так, что со временем происходила переоценка уже сделанного в лучшую или худшую сторону? Мне таки. Ну, отлично, конечно же, бывает. Здесь нет предела какого-то, ну, я про худшую например, тоже сначала расскажу. Ну, хорошо. Когда слышишь, думаешь, эх, тут не докрутил, здесь бы там малый парабан, потише бы сделал, здесь как-то вот такие, ну, чисто технические моменты. В плане композиции, пока такого не случалось. Вроде меня научили так как бы создавать, что я как бы сейчас не задаюсь вопросом, почему я там пропустил припев. А почему ты брични там прилетел? Ну, я вам объяснял. Ну, все, бывает. А то, что с хорошей стороны, ну, я вообще-то на самом деле не так часто слушаю то, что уже вышло. Вот, не знаю, как-то. Ну, оно вышло, оно уже как будто бы оно выросло, переросло своего создателя и живет как-то своей жизнью. Я могу только порадоваться, что там кто-то там слушает, что-то там возможно, тоже радуется, находит что-то там себя. Не знаю, я иногда смотрю на людей, которые слушают какие-то вот песни там, ну, с моими текстами так, ну, зима, они радуются, а я так сижу и думаю, а что радоваться-то? Уже бы так бы вот точно бы я не написал. Нет, ничего. Нет, бывает, бывает, бывает. Или вот какая-то песня, которую, ну, писал, слушал ее, надо было, ну, есть такое, когда надо сделать. Ты обещал, ты сделал, да? Хорошо получилось. Ну, сначала думаешь, что хорошо, потом уже понимаешь, что не очень хорошо. Ты бы переделал, но поезд уже ну, вы же очень часто работаете по каким-то определенным канонам, направлениям, каким-то ваши там направляют иногда, по идее там. Направляют, да и не иногда, а часто меня направляют. Поэтому существует проект Маргин. Вот как. отдушина. Отдушина, конечно. Просто прям. Самое настоящее отдушина, да. Ну, вообще жуткий совершенно вопрос. Какое место, значит, Пушкина в собственном виде не отводит своему музыкально-поэтическому проекту в истории российской рок-музыки? Ну-ка. Ну, как? Ну, это настолько пафосно, да ничего, никакого места, если... Какое-то место и есть. И на это место не мы себя ставим, а нас как бы ставят. Правильно? Так берут, вот как мистер Пикетт. Ну, да. Вот. И вот сидел у пророчества, перешел к стаканчику. Ну, например. Вот. Здесь уже история, как бы, как говорил Фидель Кастро, история нас оправдает. Нос абсорбера. Как бы история рассудит, где мы. на каком месте? На последнем или там где-то в середине? Ну, и все-таки вот выруска. Не знаю. Ну, как так? Ну, нет. Вы подумайте. Ну, не знаю. Я над этим никогда не задумывалась. Это вот думают кто-то там, журналисты думают, там люди, которые о российской истории, российской рок-музыки. Как получится? В последнем вагоне. А вообще, как бы, необходимо понимать, где-то находятся вот эти пищевые цепочки вот эти такие урок-музыкантов. Творчество – это творчество. Почему ты должен думать, на каком месте ты находишься? Не, ну, нас как бы призывают подумать, поэтому как-то… Ну, я не буду… с кем бы хотелось стать рядом или же наоборот, по какой-то причине оставаться особняком. Знаете, вот, если бы мне хотелось стать рядом, вот я честно хочу сказать, я бы хотелось стать с такой группой, как, допустим, их не все любят, Влад Зеплин. Вот с ними, да? С нынешними, Саша знает, я люблю Сансов и Пол. Достойное место вот стать рядом с ними. Ну, да. А совсем из таких вот с Pink Floyd рядом. Я думаю, что этого не получится, но помечтать можно, да. Поэтому, поэтому, исходя из того, что это не получится, мы будем оставаться особняком. Вот так, мне кажется. Ощущается ли конкуренция с условными Fossess United или, скажем, проектом Сергея Скрипникова за слушатели? Ну, я начну с того, что я творчество проекта Fossess United знаю плохо. Ну, аналогично. Как-то я особо и не слушал, там слушал несколько песен о исполнении Пети Елфимова, поскольку Петя у нас как бы тоже... Наш человек. Наш человек, и в нашем проекте. Я не знаю, но то, что там делает не Маляев, ну, делает, и хорошо, дай бог ему здоровья. так пусть делают. Я думаю, что их слушатели нас особо не слушают. Так, по характеру, мне кажется, музыки, да? Но вдруг? Ну, если и слушают, то, как говорится, you are welcome, пожалуйста, мы будем рады. И проект Сергея Скрипникова, я тоже не особо знаю, я знаю, что он делает сейчас. Мюзикл. там же вроде ничего не записано даже. Нет, он записывает там, делает свой мюзикл на очень сложную... Но это же еще не вышло вроде. Нет, не выходит. По-моему, в сентябре, где-то осень. На очень сложную тему, на мой взгляд, за которую я бы никогда бы не взялась за это, ну, смотря, с какой стороны подходить. Вот, конкуренции, вот я, например, конкуренции никакой не ощущаю и даже не хочу этой конкуренции, потому что каждый из нас в меру своих способностей делает то, что он считает нужным. И каждый из нас так или иначе представляет из себя какую-то творческую единицу и личность. Ну, даже если есть конкуренция, в этом ничего страшного нет. Ну, это мы потом поймем уже, я думаю, опять же, время покажет, есть конкуренция или нет. А слушательный, но опять слушательный выбирает то, что ему по душе. Правильно? Ну, сейчас есть такая валюта, там, лайки, репосты. Да, у нас, во всяком случае, я не знаю, что там происходит в тех группах, но у нас вот все идет в соответствии с нашими как бы скромными запросами и лайки, и прослушивания. Лично я довольна, модератор не очень доволен. Ну, все еще, я думаю, мы будем стараться, чтобы модератор был доволен. Вот, а что общего и в чем различие между этими разными, но в то же время нередко пересекающимися аудиториями. А, я знаю, в чем разлиток. Вот. Именно в этом различенном. наверное. Нет, тут, наверное, общая, я расскажу про вообще то, что это проект многопрофильный, немного профильный, много людей как бы задействовано, то есть, там, force you night это, сколько знаю, там тоже постоянно там как-то там позвали того на гитару, это на барабаны у скрипникова, я не знаю, наверняка, точно так же, как бы. Нет, но у скрипников такой же, у Сергея такой же принцип, как и был и в Маргенте, тоже там, у него Сергей Терентьев играет, там тот же самый Костик Канегин, который у нас на Кситании был, то есть, такой же сборной, как бы, сборной, да, но, допустим, в чем различие, он привлекает, Сергей Александрович, к работе артистов мюзикл, но, видимо, жанр предполагает, мы попробовали пригласить одного из востребованных молодых артистов, с уроком он не справился, то есть, урок и дроу у него не получилось, он сказал, это не мое, то есть, у мюзикла есть своя специфика, да, и я так понимаю, что слушатели будущего мюзикла, это в основном вот те девушки, которые любят мюзикл, вот эти вот, мы под эту категорию не подходим, потому что я директору одной компании по мюзиклам показала нашего Дамблдора, и Добби, он сказал, для нас это, для мюзикла, это чересчур тяжеловато, то есть, я думаю, что вот в этом различий будет, ну, время покажет, посмотрим, ну, опять же время, да, тут мы не будем ничего загадывать, так, ну, что же, слушайте, по основным вопросам мы все сказали, у нас есть какая-то официальная часть, понял, у нас есть дополнительные вопросы, да, а, вот тут был один вопрос по поводу, какие книги вы читали в детстве, так, и, чтобы вы посоветовали почитать как бы подрастающему поколению, ты чем-нибудь в детстве читал? Я читал не в детстве, но классную детскую книгу называется Зоки и Бады, как? Зоки и Бада, я даже не знаю, это что это? такой психодоп, так, по-моему, Тихтяевы, автор, то есть, нам пара, и что там? давайте лучше прочитайте, и вы почитаете, называется Зоки и Бада, Зоки и Бада, и Бада, Бада? Бада, 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 Бад, ну нет, нет, ну не знаю, у нас, ну я-то подольше немножко живу, у нас, конечно, был удар вот в детстве по приключенческой литературе, то есть, вот эта вот библиотека, такая приключение была, там вот от Солова Семенолов, там, дамбусины, твердая рука, капитан, сорви голова, три мушкетера, в этой же серии выходила, мы читали это, самая любимая книжка была, до сих пор оттуда стишок вспоминаю, «Кандуит и швамбрание», «Льва Кассили», потрясающая книга про детство, «Льва Кассили» и его брата Оськи, вот, и там очень, у них была выдуманная страна швамбрании, тогда вот, кто читал эту книгу, я помню, очень многие играли, вот как мы сейчас, допустим, в 2003 году выпустили альбом «Маргента», и у нас, какого «Маргента» уже какое-то государство, какая-то страна, вот это швамбрание, то есть, дети выдумывают свою страну, населяют ее, там, всякими смешными персонажами, там, военные действия, там, мирные переговоры, столица, в общем, все это, своя валюта, вот, кондуит и швамбрание как раз и правят, и вот там совершенно замечательный был момент, там такой стишок, там, я не помню, по поводу чего, какой-то праздник был, по-моему, швамбрание у них, то ли салют, там, то ли еще что-то, и вот там вот, кто стоймя стоял, тот седьмя сел, кто седьмя сидел, тот легмя лег, а кто лежмя лежал, тому и делать было нечего, русский язык какой-то, да, вот, сейчас другой, опять же, вот, к вопросу о времени, да, времени нет времени, вести нас по ступеням, сейчас время другое, и как вот им советовать, что-то почитать, допустим, я не понимаю, те, кто хочет почитать, он найдет, что почитать, нет, они читают, ну, там какие-то свои, ну, пожалуйста, свои, ну, я, например, не могу читать то, что вот сейчас модно, вот это вот, романы, типа, комиксов, да, как же, ну, не могу, Саш, ну, прости, ну, прости, все понятно, у меня есть, выключайте камеры, поставил моего любимого Геймана в картинках, я вот листаю, я не понимаю, зачем это, мне неинтересно, участие, эти дамы почитать, эти дамы почитать, вот, поэтому такой вопрос, ну, конечно, хотелось бы, чтобы читали добрая, мастера Маргариты, мастера Маргариты, немножко попозже, вот, а, допустим, там какие-то вот сказки, да, или вот книжка, орден желтого диаттла, замечательная книжка есть, ну, детская, извините, Марк Твен, приключения Тома Сойера, Кикельбери Финна, прекрасная книжка, но это, на мой, наусть, Алиса, странная, чудесная книжка, чудесная книжка, конечно, один кот, чешерский, чел стоит, шляпник, амартовский заяц, красота, так что, Алису, мне кажется, это обязательно к прочтению надо, да, вот так, мне кажется, ну, я согласен, вот, чтобы дети, как бы, развивали такое-то абстрактное мышление, а потом, глядишь, они и песни начнут писать, хорошее, ну да, да, фантазия-то развивается, правильно, так что, ну и, конечно, Гарри Поттера, куда же мы без Гарри Поттера, никуда, да, можно первые книжки, последние книжки, мрачноватые, ну, там уже готик, там уже больше для взрослых идет, да, ну, по книжке в год можно как раз так, да, и так взрослеешь, вместе, да, как будто бы сам учишься в этом, да, вот, возвращаясь к новому альбому Гарри Поттера, он из дополнительных вопросов, был такой вопрос, не только один человек задал, а почему именно Гарри Поттера? Да, кстати, почему именно Гарри Поттера? Это не задумывался над этим. Нет, я просто помню, вы мне так поздно ночью позвонили, Саня, Гарри Поттер, и на утро уже несколько текстов, на почте был. ребята, не надо не бросаться гнилыми помидорами, вот как тексты пишутся, Саня, Гарри Поттер, и на утро раз, и уже полальбома уже было прислано. Нет, но мы как бы обсудили там какие-то нюансы, я тоже говорю, ну, надо делать его там прям с оркестром, чтобы там хор, там все, ну, мы как-то быстро сошлись на это все. Ну, а почему Гарри Поттер? я вам должна сказать, что из всех книг, главнейшим, главнейшим, да, вот, я, это не секрет, я, сейчас надо какую-нибудь татуировку, да, еще показать, как это? у одной моей знакомой на радио России, у нее татуировка «Дары смерти», вот, ну, я так подумал, думаю, нет, это все, на рано, но «Дары смерти» это очень такая штука, на самом деле, особенно «Бузиная палочка», очень серьезная вещь, очень коварная, кстати, вот, просто это такая, как бы, магия там чудесная, и дети там замечательные, двоечник Поттер, и вот эта вот вся банда, там прекрасный мир, и вот, когда ты устаешь от этого, от всего, да, от того, что происходит вокруг, я, например, у меня есть диски, я в интернете не смотрю, ставлю диски, или, допустим, я себя плохо чувствую, да, у меня дочка смеется и говорит, мам, давай прикладываю уже к больным местам диски с Гарри Поттером, как банки, да, так старые, нет, это самое, заряжали воду, вот этот вот там, портреты из газеты, вырезали, да, энергетические такие, включаю, да, но только не дары смерти, нет, вот первые, вот, и на душе становится совершенно, вот, хотя там очень много такого всего, там, мрачного, скажем так, да, но все равно там есть определенный свет, но всегда веришь в само за душу. И вот сказки, вот сказки, почему нет, вот я у Геймана прекрасные сказки, вот Звездная пыль, чудесные сказки, почему вы не взяли Игру Престолов, да не возьму я Игру Престолов, я прочитала все книги, посмотрела сериал, ну, очень много охотников будет сделать по Игре Престолов, это точно, уже модно, да, то же самое по Ведьмаку, это модно. А мы переждали, да, какое-то определенное время. А Гарри Поттера, допустим, я принципиально не читала до тех пор, пока все, ну, сходили с ума же, даже там люди в метро вот ездили в этих, в мантиях, с буклями, в клетках, это же кошмар какой-то был, эпидемия. Вот, я этот момент благополучно пережила, и когда страсти самые такие яркие улеглись, я прочитала и была безумно счастлива, что я это прочитала. Прекрасная книга, но все, уже не на фоне ажиотажа вот тут. А я вот читал, ждал следующую книгу. А у меня сразу все, выходила, а у меня уже на самом интересном месте. А у меня сразу были все. так нечестно. Нет, ну как? Да нечестно так. Когда ждешь следующую, то я, допустим, Кинга так жду, а вот когда следующую, читаешь, думаю, Жукова, Господи, еще написал. Ведьмак в свое время был заценен еще до сериала. Сейчас просто новый список, потому что вышел сериал, да? А книжки у меня, они все есть, прекрасно, все хорошо. А? Выигрывай. А я вообще не играю. Ну, когда играть-то? Ну, мало. Нам же рвом надо писать. Ну, между дождинками. Между дождинками у меня там стоят на посту часовые. Вот. И захотелось просто сделать подарок людям. Это исключительно как подарок для тех, кто это все пережил, как бы, да, и для их детей. Потому что я знаю, что Гарри Поттер смотрят семьями. папы, мамы, дедушки, бабушки. Да все знают Гарри Поттера? Да не все, на самом деле. Нет. Ну, надо как бы сделать так. Сейчас уже там вот у этих Поттероманов там дети подрастают, да? Мы, я помню, прекрасный диск, помнишь, начали состранить чудес был музыкальный. Там, где еще Высоцкий пел. Ну, как же. Диск был в линию. У Рыбникова Буратино. Фильм Буратино. Ну, Буратино видел, да? Как его зовут? Ну, вот. А, и все. Мэри Поппинс еще. Ну, тоже. Мэри Поппинс замечали, да? А рок-музыканты ничего не сделали. Не сделали. Не детей. И почему бы нам, взрослым, людям, которые периодически впадают в глубокое детство, не сделать подарок себе семейный и семейный альбом? Вот исключительно без вот этих вот там ну, у нас, правда, тоже там мистика, магия. Это все понятно, да? И там все умирают, там что-то очень все мрачно. Вот. Но уже как бы ну, как подарок именно сказки. Любителям сказок, скажем так. Поэтому Гарри Поттер. А чего хорошего в «Игре престола»? Да, ничего хорошего. Жестокость сплошная. Секс, дракс и убийства. И все. И глотки всем режут. Там что-то там только не творят. Ну, не знаю. Надоело, честно говоря. Воистину. Давайте мы повеселимся немножко, правильно? Вместе с Гарри Поттером. Так что просим прощения у тех, кто не в курсе, кто такой Гарри Поттер. Но люди у нас в группе уже начинают читать. кто пропустил Гарри Поттера, уже взялись. Ну, вносим свою лепту, как говорится. Вот. Так. И, конечно, вот из последних вопросов. Блиц, да? Саш, вот вопрос к тебе, поскольку ты все-таки у нас первый раз на экране, как бы, да, первый раз в нашей студии. На большом экране. Первый раз в нашей студии. Тебе вопрос по поводу твоих родителей. Так, мои родители. Да. Значит, задает человек вопрос, который, этот вопрос задает человек, который очень смотрит за нашими всеми проектами. Она просит немножко рассказать про родителей, какую роль они сыграли в вашем становлении как музыканта и за что вы им особенно благодарны. Вы знаете, мои родители, они, конечно же, это посмотрят. Я им сразу передаю привет. Люди очень серьезные. правильные. И я вообще не понимаю, как они меня, как они разрешили мне заниматься музыкой. Ну, вот, как бы, мне кажется, что с их характером это как-то, ну, все очень несерьезно. Но вот, как-то вот они, не знаю, что-то увидели, пересилили себя и, ну, как я надеюсь, они сейчас не жалеют. Им за это большое спасибо. Как я всегда пишу, спасибо, что разрешали мне отращивать волосы, слушать громкую музыку. Купили мне первую гитару, да и вторую, помню. Слушай, как твои родители похожи на моих родителей. У меня тоже вопрос, как они мне разрешили этим всем заниматься. Ну, это спасибо нашим родителям. Правильные родители у нас с тобой. Ну, да. Ну, за что ты им особенно благодарен? Ну, вот за то, что они меня отпустили вот в это вот все музыкальную, хотя сами не понимали, что там. Но, вы знаете, вот многие родители, наверное, считают, что вся вот эта музыкальная тема, это вся такая, там, наркотики там, какой-то, разврат там, какую-то вот, то есть, тебя и доминовало? Нет, я просто про то, что как бы, как бы так, попроще-то рассказать, сложный вопрос на самом деле. Ну, вот они как-то вот поняли, что я в это все не окунусь. То есть я как бы, ну, музыкальная составляющая, я там что-то как бы хорошо учился в музыкальной школе. А в музыкальную школу ты сам пришел? Ой, я очень сильно хотел. Я очень сильно хотел. Ты сам пришел, сказал, по-моему, во втором классе, ну, я в деревне жил, и к нам такая замануха была в музыкальной школе, пришел один из педагогов, сыграл на флейте. Мне очень сильно понравилось, я очень сильно хотел. который крысы за собой водил. да, сработала, да, эта тема. Но там нужна была справка, что у меня здоровые легкие, здоровое сердце, но у меня мои легкие не тянули, конечно, такой инструмент, много воздуха мимо уходит. Но я очень сильно хотел заниматься музыкой. Ну, и вот меня на гитару как-то там взяли. Хотя я там, мне педагог не хотел, потому что у меня руки маленькие, еще были, я был всегда очень маленьким. Вот сейчас я стал таким прям. Да, ты стал прям фортос. фортос. А до этого я был очень маленьким, и не хотели меня брать. И у меня мама сказала, что вот возьмите хотя бы на две недели. Не записывайте там ни в какие журналы. Пусть походит, охоту отобьет и бросит. А я еще завалился экзамен вступительный. Ну, там вот эти там, что-то там похоже. Да, да, да. Ну, я ноту пробился. Ну, я не нашел. Не пропил. Не нашел-то. Ну, знаете, там надо отвернуться, ноту надо найти на это. Не, там мы не найти, надо было пробить. Это тоже было первое отталово. Это было не раньше. Но сильно хотел. Мне просто очень сильно хотелось. Просто потом музыкальная школа, потом? Потом еще раз музыкальная школа уже по-другому, уже по электрической китаре. А, сначала по классике, да. Электрическое? Училище. А, училище по... Гитаре? По электрической, да? Нет, по классике. Тоже по классике? Да, и консерватория, соответственно, тоже классика. Тут практически по кадалюсию у нас. Ну, да, только русский. Да, но только он ноту не знал. Так что родителям большое спасибо. В такой вот... В океан какой-то так очень сомнительный. По их мнению, они меня отпустили. Но, надеюсь, сейчас не жалеют. Очень следят за моими всеми шагами. Подписаны на Маргариту Анатольевну. Следят за всеми новостями. Родителям Саши большой привет, ребят. Спасибо вам. Спасибо вам за сына. С ним есть о чем поговорить. И что сочинить. Так, отлично. Теперь, значит, вопрос непосредственно по Заре Поттеру. Если тебе бы предложили три дара... Вот эти вот... Дара, да? Правильно? Смерти. Бузинную палочку, мантию-невидимку и воскрешающий камень. Что бы ты выбрал? Ну, сложный вопрос. На самом деле, в фильме-то показаны последствия этого всего. Так и в книжке показаны. Почему? Ну, я имею в виду, что да, это страшные вещи, на самом деле. Страшные. Потому что это же дары смерти. Ну, да. Сложный вопрос. Ну, я как-то шуте ответил, что я бы не отказалась бы от мантии-невидимки. Ну, вот тоже это самое безопасное, мне кажется. Чтобы можно было удобно передвигаться без шенгенской визы. С этим как-то можно жить, по крайней мере. А с остальным... Да. Нет, Бузинная палочка очень коварная. Да все она, на самом деле, приведет к каким-то последствиям. Пока она чувствует твою силу, она будет с тобой. А потом она... Это достаточно с нас таких людей, которые пока чувствуют твою силу, они с тобой потом... Но если бы я, допустим, не знал каких-то таких вот вещей, к чему все приводит, я, может быть, как-то по-другому что-то буду. Нет, я вот как-то сразу... Сразу, да. Да. А по поводу воскрешающего камня, там же... Он же не то чтобы воскрешает так вот, да, а просто появляется. Те, кто умер. Сейчас вот интересный опыт провели японцы, по-моему. Они создали программу, благодаря которой вот одна женщина пошла на этот эксперимент. Я не понимаю, как она это переживает. То есть там специальный какой-то, ну типа шлем, наушники, да, такие. Вот. У него умерла дочь. И там как бы имитируется вот звук голоса, изображение, все. То есть она через компьютер, она общается с умершими. Дочерь, ну. Я не знаю, это на сумму не совершила. Представляешь, этот сеанс связи, допустим, прекращается, да? Озвучит этот голос, вот это вот все. Вот это вот что-то типа воскрешающего камня. Все-таки изобрели, да? Да. Вот что-то, ну, какое-то воскрешающее программное обеспечение вот этого, да? Но принцип-то тот же самый. То есть можно любого оттуда достать, смоделировать, и ты с ним будешь общаться. Страшно. Страшное дело, да. Так, хорошо. И вот, наконец, вот отличный вопрос. Даже озвучу, кто это придумал. Дмитрий Кулаков. К нему присоединился принципа лукровка. Такой у нас есть там пользователи. Активный пользователь? Очень активный. Но это, видимо, он ждет просто композицию про Снэйп. Про профессора Снэга. Все-таки есть какой-то подводный камень. Есть. Ну, у него на аватарке. Все будет. Вопрос, значит, я отвечаю, ты как бы можешь дополнять, да? Вот, значит, чтобы вы сказали Владимиру Владимировичу Путину про Гарри Поттера при встрече. Вот я прям обрадовался, такой хороший вопрос, потому что периодически я Владимиру Владимировичу вижу во снах. Нет, во снах я вижу. Да, мы с ним беседуем. Вот. Вот я бы так сначала, я бы начала, да? Вопросом на вопрос как бы. Я бы спросил Владимиру Владимировичу, а вот с вашей точки зрения, если бы вы знали про Гарри Поттера, читали, я не знаю, я думаю, что... Да уж в курсе. Конечно. Про магию. Какой бы факультет вы выбрали? И проверила бы его ответ. Со своей? Нет. Предположение? Шляпой. А, шляпой. Есть. Существует такая шляпа. В Думе. В Думе другая шляпа. Вот. Вот он, допустим, сказал Гриффиндорф, а мы ему раз, а мы там слезли. Согласен с таким ответом? Ну, вполне так внятно. Да? То есть добавить нечего? Ну, да. Да. Второй. Как вы относитесь к деятельности профессора Снейпа, как профессиональный человек? Да? Ага. Ага. В деятельности Снейпа или Снега в качестве двойного агента. С вашей точки зрения, с точки зрения профессионала, какие ошибки он допустил работой под прикрытием? Да. Хороший вопрос, по-моему. Вопрос вообще там хороший. Так. Дальше. Владимир Владимирович, как вы относитесь к игре в квиддич? Спортивный вопрос. Да, спортивный. Конечно. Нет. Дальше опять политический. Играли бы вы в квиддич? Назначили бы вы себя капитаном? И в каком городе вы бы устроили… В российском? Да. В российском городе, конечно, вы бы устроили мировой чемпионат по квиддичу. Вот ты думаешь, какие варианты были бы? Ну, либо северная столица, либо где-то ближе к морю. Какие-то туристические скопления. Ну, или, может быть, Татарстан, например. Почему Татарстан? Ну, не знаю. Как-то у нас любят там вот универсиады проводились. Как-то не забываю вот это место. А вот интересно, какой бы он метлу бы был? Ну, я думаю, у нее была какая-нибудь такая специальная метла. Специальная. Так, следующий вопрос. Владимир Владимирович, есть ли у вас исчезательный шкаф? Мантик-то точно есть. Мантик точно есть. Ну, как у любого президента. А вот исчезательный шкаф. А если он есть, а я думаю, что он есть. Ну, мы надеемся, что... Не покажете ли вы его в действии? Он наверняка исправен. Интересно, покажет или не покажет. А ты не покажет. Дальше. Из числа кого вы выбирали бы себе личную охрану? Из числа мракоборцев или из числа пожирателей смерти? Ну, это сложно. Ну, был бы такой вопрос. Ну, вопрос, да. И надо, чтобы еще быстро отвечать. Ну, а он быстро же отвечает. Он же быстро и с юмором. Ну да. Самое главное, чтобы понимал, о чем речь. Да я бы. Он же быстро разберется. Да? Оно ему подскажет. Понятно. Так. И вот такой вопрос. Владимир Владимирович, а не кажется ли вам, что в последнее время вот те законопроекты, которые принимают депутаты Государственной Думы, некоторые депутаты Государственной Думы и утверждает Государственная Дума, свидетельствуют о том, что это что-то, Государственная Дума превращается в министерство магии, Гарри Поттер, но не в лучшие времена. Вот так вот. Да. Ну, я думаю, здесь как бы можно подискутировать с Владимиром Владимировичем. Ну, вот хотелось бы, конечно, честного ответа. И кто сейчас министр магии? Ну, там я не буду говорить. Просто мнение. Вполне такое может быть. Да? Вот. Вот у меня такие вопросы. Что бы я сказала про Гарри Поттера? И последнее я бы сказала. Владимир Владимирович, пожалуйста, мы вас приглашаем принять участие в нашем проекте. Мы можем обратиться? Да, Владимир Владимирович, мы вас приглашаем принять участие в нашем проекте для взрослых и детей. под условным названием «Маги и маглы». Мы просим вас спеть с детьми рождественскую песенку «Рождество в Холлорде» в благотворительных целях. Будем очень рады вас видеть. Очень рады. Вы же играете на фортепьяно? Поёте? Да. На факсофоне? Сыграет дилклин. Ладно. Собираем ещё и оттуда всех музыкантов. Мы будем улучшать отношения между Россией и Соединёнными Штатами. Ну да. Вот так, ребята. Я думаю, что мы вас немножко позабавили своими ответами. Сами там уж точно позабавились. Сами мы очень повеселились. Спасибо всем за внимание. И ждите от нас новостей. Пишите. Если есть какие-то вопросы, мы опять соберёмся. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно. Больше комментов. Мы всё читаем. Мы читаем всё. Обсуждаем, естественно. Баним мы очень мало. Не наше только. Нет. Ну, иногда приходится. Но это исключительный случай, когда уже всё уже. Федап, как говорят англичане. Тогда мы баним. Всем большой привет.